Добрый день! У нас в студии Леон Мазин и вопрос, о котором мы поговорим сегодня. Что для евреев времен Ешо означало понятие Машех? Вот Ешо ходит, говорит о Машехе или, по крайней мере, вокруг него говорят о Машехе. Что было вот для людей тогда это слово? Что оно означало? Насколько это вообще согласовывалось с Танахом и религиозной картиной того времени. Окей, я вам хочу сказать, что на такой вопрос, кто вам скажет, вот оно было так, это можно поставить знак вопрос, потому что, что там было две тысячи лет назад, никто толком не знает. И, конечно, Новый Завет раскрывает нам определенные вещи. Допустим, Андрей, после того, как ему рассказывают на Фенаил, там, помните эту историю, он говорит, я нашел того, которого ожидает весь народ. То есть у них были какие-то представления, но только если мы говорим про этот случай, ну что он мог видеть с Ешо? Максимум, что он мог видеть, это исцеление, возможно, изгнание какого-то беса и, возможно, шикарнейшее истолкование священных писаний. Поэтому, что они там ожидали конкретно в лице Машеха, я думаю, мы с трудом можем знать. Знаете, сегодня, когда говорят о временах Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, разные стороны по-своему спекулируют о разных событиях. Да, да, какой Второй мировой войны? К сожалению, вот сейчас опять конфликт между Арменией и Азербайджаном, каждая сторона показывает свои вещи, говорит, что ты прав, ты не прав. Как мы можем однозначно судить о том, что было две тысячи лет назад. Но наверняка, наверняка были вещи, которыми Танах оперирует, давая какую-то картину, то есть как бы как для детектива, типа. И в народе, по всей видимости, ходили какие-то слухи, что он будет, ну, вождем. Он каким-то образом истолкует Тору и покажет ее глубины. То, что потом в каббалистическом мире раскрылось, как сокрытая Тора. И как мы знаем, это все только было развито примерно в шестом-седьмом веке нашей эры, то еще Ишуа говорит, вам дано знать тайны небесные, то есть что-то сокрытое, сокровенное. То есть он будет открывать это. Он, как говорили, будет исцелять, ну, по крайней мере, определенных пять там разных уровней болезней. Помните, когда Иоанн из тюрьмы посылает к Ишуа спросить с вопросом, ты ли тот? Он говорит, если я делаю один, два, три, четыре, пять, значит я тот. То есть какие-то вещи ожидались. Не знаю, было ли вот это вот представление, что придет Машех на белом коне, разрубит всех врагов Израиля, гора Сион поднимется до небес, и евреи будут жить только здесь, а все остальные будут внизу. Не думаю, что был этот концепт, хотя идея, исправление мира постоянно присутствует в ожиданиях евреев того времени. Я вам дам пример. Помните, когда Ишуа приходит уже после похорон Лазаря, и его ведут к могиле, то сестра Лазаря ему говорит, если бы ты пришел раньше, не умер бы брат мой. А он говорит, верь и оживет брат твой. Она говорит, знаю, что в оный день оживет. То есть идея того, что Машех воскресит не мертвого, а всех мертвых тоже присутствует. Существовало. Да, то есть, ну, наверное, какие-то такие картинки, которые мы можем там и здесь взять. Ну, я не знаю, насколько важно заостряться на этих моментах, что было в прошлом. Хотя интересно, наверное, подумать. Спасибо.